Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверсов, у микрофона редактор Саргалана Антонова. Впервые в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия пройдёт выставка уникальных подлинных произведений и собрания Государственного Эрмитажа. Данное событие является ключевым событием проекта Дни Эрмитажа в Республике Саха-Якутия, которое приурочено к 95-летию Национального художественного музея Якутии. Конечно же, мы знаем, что Государственный Эрмитаж — это один из крупнейших музеев России и мира, где сосредоточены произведения различных эпох, стилей и направлений. Итак, что же станет одним из главных экспонатов выставки в Якутии? Какие ещё мероприятия пройдут в рамках Дней Эрмитажа? Об этом и не только сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Итак, это менеджер информационных проектов Государственного Эрмитажа Екатерина Сергеевна Гинькина. Здравствуйте. Добрый день. И методист научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа Павел Владимирович Дейнека. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах нашего радио. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, мне хотелось бы начать наш разговор вот с такого вопроса. Сколько вообще экспонатов насчитывает сегодня Государственный Эрмитаж и какое послание он несет настоящему и будущему? Ну, если говорить о количестве экспонатов, то на сегодняшний день в собрании Эрмитажа около трех миллионов экспонатов, единиц хранения. Но важно понимать, что это могут быть и произведения живописи, скульптуры, может быть даже фрагменты настенной росписи. А могут быть археологические находки, монеты. То есть они совершенно несопоставимы по размеру и масштабу. Или архитектурные какие-то сооружения, напомню. Да, да, да. То есть на самом деле считать их в единицах, это немножко, ну, такой... Довольно сложно. Сложно и не очень... Не дают представления о самом собрании. О нём трудно говорить в цифрах. Всё-таки Эрмитаж это... А, переходя сразу к следующей половине вопроса. Эрмитаж это не просто очень большой музей. Это то, что называется музей универсальный. В нём хранятся памятники самых разных культур и эпох. И таким образом это даёт возможность не только познакомиться с каждым отдельным временем, там, античностью, возрождением, северным возрождением отдельно, да. Но и увидеть, как разные времена и разные культуры влияли друг на друга. Как они сосуществовали в одно время. Насколько в их разности всё-таки было и что-то общее. Вот, наверное, в этом и есть главная миссия такого рода музеев, да, универсальных музеев. В том, чтобы люди видели, что чужое — это может быть красивым. И с ним можно познакомиться и понять, что ты всю жизнь скучала, оно для тебя перестало быть чужим. Что нет вот, да, нет хорошего и плохого, нет своего и чужого. А есть разное. И в этом разнообразии, собственно, наверное, и заключается вся прелесть, вся красота нашего мира и искусства. Здорово. Давайте теперь обратимся к нашей выставке. Кстати, вот сейчас, именно вот в эти минуты, идёт торжественное открытие выставки. Для того, чтобы она состоялась, я думаю, была проделана, конечно же, очень большая работа и на федеральном, и на республиканском уровне. Вообще, кто выступил организатором данного уникального события? Ну, на самом деле, это такая длинная история. Дело в том, что в 2005 году, когда Национальный художественный музей Республики Саха переехал в новое здание, по этому случаю пригласили сюда Михаила Борисовича Петровского, директора Эрмитажа. И именно тогда, собственно, завязались первые связи. И уже тогда был подписан протокол о намерениях. То есть ещё не было ясно, как будут сотрудничать музеи, но уже они договорились о том, что это будет. И вот прошло с тех пор, боюсь сказать, сколько лет. И вот, наконец, он первый результат тогда ещё зародившейся дружбы. Поэтому, ну как, Эрмитаж, он приходит туда, где его ждут, туда, куда его зовут. Вот здесь ждали и хотели. А дальше, да, дальше был, конечно, огромный процесс. Сотрудники обоих музеев работали очень разнообразно. И реставраторы, и юристы, и хранители, то есть все. Ну, если вот, например, представить, всё-таки Санкт-Петербург ведь находится на большом удалении, скажем, центр всё-таки, да, можно сказать. И для того, чтобы довести до нашей республики, это ведь нужно, наверное, и на машине было вести экспонаты, и самолётом тут. Свои определённые правила для перевозки и так далее. Особые условия были созданы. Ну, с одной стороны, конечно, перевозка любого музейного экспоната, это, да, это очень сложно сочинённый процесс, очень ограниченный огромным количеством правил. С другой стороны, у Эрмитажа большой опыт, и существуют уже, ну, хорошо проработанные схемы, да, как это делается. Существуют специальные ящики упаковочные, которые защищают экспонат и от излишней, там, влажности, холода, температурных перебадов, и от каких-то тряски, да, не дай бог, вот сотрясений, падений, что-то ещё. В данном случае, конечно, далеко было. Существует перевозочная компания, с которой Эрмитаж постоянно работает, тоже они уже знают все нужды, все потребности, все условия. Но в данном случае, да, получился такой интересный вариант перевозки. Сначала на машинах везли экспонаты в Москву, и только оттуда уже на самолёте к вам. То есть довольно сложный такой путь был проделан. Хорошо, давайте теперь вернёмся всё-таки к дням Эрмитажа, да. Что они собой представляют, и в чём уникальность вот этого проекта? Дни Эрмитажа — это действительно очень интересный проект. Ну, если говорить так, с формальной точки зрения, это музей привозит куда-то в гости свои выставки, свои лекции, какие-то свои мастер-классы. Самое интересное в этом проекте то, что Эрмитаж старается... Ну, во-первых, он каждый раз придумывает уникальную программу, программы никогда не повторяются. В каждом городе она абсолютно своя. А во-вторых, каждый раз музей старается привести как бы... Знаете, говорят, что в капле отражается весь океан. В микрокосме, макрокосме. Так вот, Эрмитаж постарается показать всего себя, привести все направления своей деятельности, так или иначе. Именно поэтому есть и выставка, есть и лекции, и мастер-классы для сотрудников музея. Специалистов, реставраторов, например. Для реставраторов, которые съезжаются обычно в тот музей, где всё это проходит из разных, из окрестных городов. Последнее время стали очень активно ещё привозить всякие современные технологии, вот VR-кинотеатр. То есть всё, что есть в Эрмитаже, в те дни, когда Эрмитаж гостит в каком-то городе, оно всё есть у вас здесь. Хорошо, о программе мы поговорим чуть позднее, подробнее. Мы знаем, что государственный Эрмитаж расширяет своё присутствие в городах России. А вообще, когда и где впервые был открыт первый выставочный центр Эрмитажа? Ну, самое главное, что надо сказать, Эрмитаж не делает свои филиалы в городах России, он открывает именно центры, центры-спутники, как их называют. И это связано с тем, что он открывает их не там, где музею захотелось по какой-то причине, а там, куда его пригласили. И, соответственно, местные власти, местные учреждения культуры, они берут на себя, в общем-то, всю организацию. Эрмитаж привозит в себя. Первый такой центр-спутник был открыт в Казани в 2005 году, и он до сих пор функционирует, работает с большим успехом. Потом был центр в Амстердаме, и по понятным причинам сейчас он не работает. В 2010-м открылся в Выборге. На сегодняшний день в России уже есть четыре центра Эрмитажа выставочных. Это Казань, Выборг, Омск и Екатеринбург. Уже совсем скоро откроются ещё два во Владивостоке и Калуге. Но, в принципе, ведутся переговоры, возможно, их будет ещё больше. Хорошо. А вот какова география проведения таких традиционных дней Эрмитажа? Ну, дни Эрмитажа, они, кстати, начинались, они как раз вот с тех мест, где сейчас возникли выставочные центры, но они, конечно, гораздо более широко охватывают страну. Они проходят практически по всей России, от Сахалина до Калининграда. Вот только на этой неделе открываются в трёх городах дни Эрмитажа. У вас, в Якутске, в Сербии, в Белгороде и в Калининграде. Они не так давно прошли во Владивостоке и Омске. В принципе, ну, ещё можно назвать, были дни Эрмитажа в Чеченской республике, в Северной Осетии. То есть, на самом деле, охват очень велик. Где ждут, где готовы создать необходимые условия для приёма экспонатов, туда Эрмитаж приходит. А на что ориентировались организаторы, например, выбирая тему выставки в Якутии? Кстати, как она называется? Давайте обозначим. Выставка называется «Часы и эпоха». А тема выбрана потому такая, что открытие этой выставки, сами дни Эрмитажа, они приурочены к 95-летию Национального художественного музея Республики Саха. И когда задумались о теме, то пришла хранителям, кураторам в голову такая мысль. Музеи часто называют хранителем времени. И вот эта выставка, она и должна была как бы отразить эту миссию музея, эту его роль, эту его работу. Выставка, которая рассказывает, ну, главный её экспонат – «Солнечные часы», старинные, да, изготовленные в XVIII веке в инструментальной палате в Петербурге. И она говорит о времени, и она говорит об эпохе, когда время воспринималось не совсем так, как у нас, да. Мы привыкли, что у нас вот эти гаджеты, которые позволяют нам узнать время, они всегда под рукой. А тогда это было не так. И механические часы, которые считают время, да, просто отслеживают. Они же часто сбиваются, они могут спешить или опаздывать. А вот в эпоху Петра, да, чуть позже, были, использовались другие часы. Солнечные, лунные, звёздные, которые устанавливали, вот это, вот они вылавливают, улавливают это самое настоящее солнечное время. И по ним в любой момент и сейчас можно свериться, и узнать, сколько на самом деле времени. То есть они действующие. Они, да, их не так давно отреставрировали. Несмотря на то, что вот музейный экспонат. Перед выставкой их отреставрировали, на них изготовили новые красивые постаменты, да. Кстати, на выставке есть видеоролик, на котором вот наш хранитель, куратор выставки Григорий Истребинский рассказывает, как с этими часами работать. Очень интересно, я думаю. Простите, хочу вставить очень интересный момент, что в Якутск часы прилетели сразу после реставрации. Впервые после реставрации, а потом они только пойдут в постоянную экспозицию. Да, этот момент тоже надо отметить. Они после этого, они займут место на постоянной экспозиции. То есть это уникальный случай, то, что они в принципе выехали из музея. И вот как рассказывал Григорий Борисович, до этого они покидали музей только один раз. Это было давно, в конце 80-х, если я не ошибаюсь. То есть действительно очень уникальный экспонат смогут увидеть жители нашей республики. А вот чем ещё вы планируете удивить якутян? Что ещё мы сможем увидеть на этой выставке? Ну, я бы не сказала, что Эрмитаж планирует удивлять, порадовать, вдохновить. Но мы о живописи не сказали. Сейчас, да, да, скажем. Ну, поскольку выставка называется «Часы и эпоха», то для того, чтобы создать ощущение этой самой эпохи, рядом с часами представлены четыре портрета российских императоров Петра Великого, с которого, собственно, начались кардинальные преобразования в российской науке и в инструментальном деле, когда появилась со временем сначала токарня Петра, знаменитая, в которой стали изготавливать инструменты, в том числе и связанные с астрономией. А потом появилась инструментальная палата при Академии наук. И само это ремесло поднялось на высочайший уровень. Соответственно, портрет Петра Великого. Дальше портрет Анны Иоанновны. Она, ну, понятно, не прямо наследовала Петру, но через какое-то время заняла трон. Она вернула столицу обратно из Москвы в Петербург. А ей же были преподнесены эти самые часы, которые вы увидите на выставке. То есть прямая связь. Да, и на них сохранилась дарственная надпись о том, что вот они сделаны в подарок Анне Иоанновне. Дальше портрет Елизаветы Петровны. Ну, понятно, она продолжала дело своего отца. При нем была основана Академия художеств, при которой потом появились тоже часовые инструмента. То есть вот вся эта история развития науки и развития инструментального дела в России, она, да, иллюстрируется и этими портретами тоже. И последний портрет, естественно, Екатерина II, Екатерина Великая, основательница Эрмитажа, покровительница искусств, наук. И есть еще одно полотно, это панорама Петербурга, тоже очень интересная. Ну, помимо того, что это очень хорошая просто живопись, на ней изображен вид набережной, дворцовой набережной. Как раз те самые здания, Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Эрмитажный театр, которые сейчас стали музейным комплексом Эрмитажа. Это как бы такое вот окошко в Петербург, вы приходите на выставку и заглядываете сразу в Эрмитаж. А чьи кисти принадлежат? Георг Мэйр. Второе, к сожалению, у него сложно, это немецкий живописец, я не припомню его второе имя, но первое Георг Мэйр. А картины, где изображен? Неизвестных художников. Особый неизвестный художник. Кисти неизвестных авторов. Хорошо. Очень интересно вот об этих часах, кстати, узнать. Вот судя по тому, что мы видим, там изображена географическая карта, и вообще часы сделаны в виде глобуса. Поэтому это не карта. Вы же представляете себе глобус, да? На нём нанесены основные материки, океаны, реки. Да, 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 всё. Причём, что интересно и приятно, подписаны они на русском языке. Это, ну, до того времени это уже большой шаг. А, и к тому же, тоже, наверное, важно об этом сказать, изготовил эти часы приглашённый иностранный учёный-мастер Брукнер, но когда к нам в Россию приглашали зарубежных специалистов, им ставили условия, они должны были взять себе русских учеников. И над часами вместе с Брукнером работал его ученик Пётр Осипович Голынин, который затем стал отличным самостоятельным мастером, делал всяческие инструменты по заказу Ломоносова и других академиков, и в свою очередь потом тоже воспитал учеников. — Это здорово, когда действительно наши русские мастера в то время могли напрямую обучиться у настоящих мастеров и впоследствии уже самим. — Вырасти до их уровня, да. — Да, хорошо. Очень много интересного планируется провести в эти дни, и программа мероприятий будет очень насыщенной, и в том числе будет проведён семинар, который будет освещать комплекс вопросов реставрационно-хранительской деятельности и безопасности музейных коллекций. Вот хотелось бы знать, каковы перспективы развития этого направления, и вообще почему так важно, чтобы это всё развивалось? — Ну, это вечная для музеев тема. Музей хранит произведения. Это его основополагающая работа, задача, функция, миссия. Музей хранит произведения искусств. Для того, чтобы их хранить, нужно знать, какие для них нужно создать условия. Графика любит одну температуру и влажность, живопись другую, и так далее, и так далее. Всё это нужно знать, об этом нужно думать. Когда речь идёт о реставрации, то тоже это же не случайно у нас сейчас... Никто не говорит просто реставрация, это всегда научная реставрация, включающая в себя целый комплекс исследований, изучение памятника. И если мыслить в масштабах жизни музея, собственно, научная реставрация существует не так давно. Это уже XX век. И поэтому понятно, что Эрмитаж, у которого накоплен уже значительный опыт в этой области, который гордится по праву своей школы реставрации, он делится опытом для того, чтобы и в других музеях, в других регионах это направление могло развиваться. Ну и вообще любой семинар, мне кажется, это прежде всего общение, знакомство, да? Ну и да, помимо того, что делится опытом эрмитажные коллеги, но ещё и ведь сюда собираются... Вот вчера коллеги из музея, из вашего Национального художественного музея рассказывали, что на этот семинар уже зарегистрировались их реставраторы из музеев практически со всех улусов Якутии, Республики Саха. Это очень интересная для них тема, и в том числе один из плюсов, они тоже могут познакомиться. Республика достаточно велика, как я понимаю, по территории своей, и многие коллеги-музейщики, они просто лично друг с другом ещё не встречались, это для них шанс. Могут договориться о каких-то будущих проектах, завязать какие-то межмузейные связи. То есть это такой подарок для всех. И да, как я поняла, очень много желающих. Ну и ещё я вчера слышала, что даже приедут представители музеев из города Хабаровска, с Дальнего Востока. То есть для них это тоже очень интересная и актуальная тема. Ну что же, дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор о днях Государственного Эрмитажа в Республике Саха Якутия, приуроченные к 95-летию Национального художественного музея. Якутия, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня наш разговор посвящён теме долгожданного уникального события. Впервые в Якутии пройдут Дни Эрмитажа. В рамках этого проекта для жителей и гостей Республики подготовлены разнообразные культурно-просветительские мероприятия. О некоторых из них мы уже рассказали. Об остальных речь пойдёт во второй половине нашей передачи. Итак, какая программа ждёт наше подрастающее поколение? Какие возможности открывают VR-технологии в музейном деле? Что такое лекторий? Об этом и многом другом мы поговорим с гостями нашей студии. Я напомню, что это менеджер информационных проектов Государственного Эрмитажа Екатерина Сергеевна Гинзина и методист научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа Павел Владимирович Дейнека. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на нашем радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, в эти дни любителям искусства будет доступен VR-кинотеатр. Вот что даёт такая форма работы для музеев и что конкретно смогут увидеть наши земляки? Ну, музеи сегодня очень активно осваивают всяческие современные технологии. Понятно, что они могут пригодиться и в хранительском деле, в деле учёта, но в данном случае это вот речь идёт о просветительной миссии. На самом деле, конечно, больше всего вот такого рода технологий становятся полезными, когда Эрмитаж приезжает куда-то, да, доехать до Петербурга. Я как человек, только что оттуда прилетевший, понимаю, что доехать туда тяжело. Это непросто. А вот те 3D-фильмы, которые Эрмитаж привёз, они позволяют тебя почувствовать так, как будто ты уже там. С одной стороны, это такой 20-минутный фильм под названием «Прогулка по Эрмитажу». Он построен полудокументально-полухудожественно. Ведущим его вот этой самой прогулки в главной роли выступает Константин Хабенский, артист которого, ну, я думаю, многие знают. Он проводит своих зрителей не просто по Эрмитажу, а по Эрмитажу Екатерины Великой, по Эрмитажу, каким он был в какие-то там в 19-м столетии, начале 20-го, и доводит до современных дней. И поскольку это 3D-технология, то зритель может подняться над крышами и посмотреть на здание Эрмитажа с высоты птичьего полёта. Потом нырнуть и оказаться в галерее в Отечественной войне 12-го года и стать лицом к лицу с портретом, который на самом деле висит высоко, и вы бы его в жизни не увидели настолько близко и хорошо. Вот эти вот фокусы хитрости, которые даёт современная технология, они, конечно, не заменят живого общения с произведениями искусства, но они, во-первых, дают эффект присутствия, а во-вторых, дают такой... Вот после этого очень хочется уже поехать. Ты понимаешь, насколько это интересно. И вторая часть этой программы для кинотеатра — это возможность тоже посетить, побывать уже самостоятельно, без экскурсии, в двух залах Государственного Эрмитажа в галерее древней живописи и зале Юпитера. Но там вы уже сами можете выбирать, с какой стороны подойти к экспонату? Сверху, снизу, взлететь, присесть, заглянуть в те места, в которые обычный посетитель, ну, там, я не знаю, со спины к Юпитеру. Вряд ли подойдёт, это практически невозможно. А тут вот эти технологии, они всё это позволяют. И да, отчасти это такая немножко игра, которая увлекает, которая будет интересна и детям тоже, не только взрослым посетителям. Но это начало, ну, вот, хорошей дружбы будущей с Эрмитажем, с искусством. — Позвольте я вставлю ещё одну мысль, в эту речь. Очень много в последние годы ковидные людей примкнуло к экранам. В интернете смотрят видео. Особенно болезненная тема для Эрмитажа, потому что очень много желающих снять об Эрмитаже людей, которые не очень компетентны в том, о чём они рассказывают. И уникальность того, что делает Эрмитаж, о себе в том, что это из первых рук, из первых уст. Это выверенный продукт, которому можно доверять. Вот я бы это подчеркнул. — Кстати, вот поговорим ещё об одной форме работы с посетителями. Это Эрмитажный лекторий. Вообще, что представляет собой вот эта форма работы? Расскажите нам, пожалуйста. — Лекторий на днях Эрмитажа — это, собственно, лекции, которые Эрмитаж привозит в тот город, где проходят Дни Эрмитажа. Он называется лекторием, потому что сами музейщики местные организуют, как им удобно. Это может быть на экспозиции или в специальном помещении. Какие-то тематические лекции привозят. Опять же, по согласованию. Это может быть что-то об Эрмитаже, о Петербурге. Например, в прошлом году, я бывал на днях Эрмитажа как лектор в Чеченской республике, в Грозном. И я много езжу от Эрмитажа, и, знаете, у меня есть такая привычка, я всегда спрашиваю, друзья, расскажите, кто из вас был в Эрмитаже? Ну, например, в Иркутске лес рук, и люди говорят, да, вот мы только что на прошлой неделе были, чеченцы, никто не поднимает руки. Я говорю, а что такое, почему? А приходят в основном женщины на те лекции об искусстве. У нас так в России почему-то принято, а вот на Кавказе ещё более это акцентировано. Они говорят, вы знаете, а вот нас так принято, что женщину одну не отпускают, большой город, и мы интересуемся этим, но не получается. И, понимаете, оказывается, что Эрмитажа для них уникальная возможность не только посмотреть на картины, но и послушать Эрмитажников, вопросы задать. И некоторые уходят даже, например, вот, вы знаете, извините, я должна идти ребёнка эти искусства забирать. Ну, так интересно, я приду завтра на ту же самую лекцию. Бывает такое тоже. Это лекторий. То есть, собственно, это и есть лекция. А вообще, кто является разработчиком лекториев и как часто они обновляются вот в Эрмитаже, например? Ну, вы знаете, это разные темы. Лекции в Эрмитаже и лекции на днях Эрмитажа на выезде. В Эрмитаже лекции считают несколько разных отделов. Есть у нас лекторий Эрмитажный, там целая школа, существуют курсы трёхлетние, трёхлетние, выдержка трёхсотлетняя, а курсы трёхлетние. Вообще, этой форме работы, как я понимаю, много-много лет, даже много десятков лет. Может быть, я не соврусь и скажу, что это зародилось как раз сто лет назад, в 1924 году, когда был создан научно-просветительный отдел после революции. Первые экскурсии разработались тогда. И вот форма работы в виде лектория просветительного, просветительского, она появилась тогда. Есть лектории свои в отделах, в секторах, например, в молодёжном центре в своей лектории есть. И, скажем, вот у нас сектор специальных программ, которые занимаются выездами и вечерами концертами. Но это всегда чуть разные формы. А для Дней Эрмитажа это, как я уже сказал, согласованные темы. Они разрабатываются совместно с музеем, принимающей стороной, и с методистом Эрмитажа. То есть, в нашем случае как раз-таки со специалистами Национального художественного музея. Давайте расскажем, какие темы лекции будут доступны нам во время Дней Эрмитажа в Якутии. Это три темы. Первая очень большая тема это здание и залы Эрмитажа. Вот Катя сегодня уже говорила, что здание, иногда некоторые архитектурные детали это единицы хранения. И вот этот шок от массы впечатлений, которые достигают всякого посетителя Эрмитажа, он ещё достигается за счёт того, что мы инстинктивно смотрим на вещи, а на самом деле само пространство настолько сильно влияет на нас, что невозможно отделаться от постоянного двойного потока информации. И вот целая лекция будет посвящена тому, как разобраться, что из себя представляет музей Эрмитаж, из каких частей он состоит, когда они были созданы, в чём их историческая и художественная ценность, и как на них посмотреть. Может быть, сориентироваться заблаговременно, планируя свою поездку в Петербург. Я так полагаю, что речь пойдёт тогда обо всём комплексе музея, да? Да, безусловно. Это первая часть. Вторая часть будет посвящена коллекции западноевропейской живописи с XIII по XVIII век, и третья часть, третья лекция с XVIII по XX, и я бы добавил даже XXI, потому что Эрмитаж продолжает приобретать новые произведения, и тема эта расширяется. А у нас поступил телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день. — Здравствуйте. — Алло, добрый день. Слушаем вас. — Добрый день. Или уже вечер? — Вечер, вечер. Здравствуйте. — Здравствуйте. Пусть разъяснят, вообще что означает слово Эрмитаж? Вот это меня интересует, да? Это во-первых. — Так. — Да, я вот просто вот только подключился, я посмотрел якутский канал, ну, якутский канал, да? Это же якутский канал? — Да-да-да. — Да. Пусть объясняют слово Эрмитаж, и до какого времени в Якутске это будет, ну, выставка будет, ну, не выставка, — Выставка будет работать. — Да, до какого? — Хорошо. — Пожалуйста. — Ну, само слово Эрмитаж имеет французское происхождение, оно переводится как «уединённый уголок, место уединения». И получил это имя музей потому, что во времена Екатерины Великой она построила, собственно, первый Эрмитаж, первое здание, получившее это имя, для себя и своих друзей, для того, чтобы в камерной обстановке с теми, кто ей дорог, кто ей интересен, собираться на небольшие вечера, вести умные беседы, играть в игры. — В окружении искусства. — Но в окружении её собрания искусства. — И именно, да, в первом, в этом здании, в Малом Эрмитаже хранились первые коллекции, которые она приобрела. Именно поэтому имя Эрмитаж постепенно перешло ко всему музею, ко всему комплексу, хотя, конечно, сейчас трудно сказать о том, что в Эрмитаже можно уединиться. — Ну, вы знаете, мы к этому стремимся. И есть какое-то преображение у людей, когда они стоят в очередь, сначала они шумят, толкаются, а потом попадают во внутрь музея, и всё-таки чувствуется преображение. Потому что, если всё правильно организовано, а Эрмитаж старается правильно эти потоки организовать, люди уходят отдохнувшими. Это правда. — Да, и есть секретный совет. В Эрмитаже есть продлённые дни, когда он работает чуть позже, чем обычно, и вот обычно по вечерам там действительно намного меньше людей. Если вы хотите остаться с произведениями искусствами наедине, пообщаться, вступить именно в диалог, да, без свидетелей, приходите вечером в один из долгих дней. — И не игнорируйте главный штаб, огромное новое здание Эрмитажа, где пока почему-то не очень много толп, вот такой секрет для путешественников. — Там представлен очень интересный период, там представлено искусство 19-20 веков, в том числе полотна импрессионистов и постимпрессионистов, которых, в общем, очень многие любят. — Наша гордость. — Да, это одна из лучших коллекций Эрмитажа, самых известных. Да, что касается выставки «Часы и эпоха», она будет открыта до 20 ноября. В эти дни музей работает без выходных ежедневно до 8 часов вечера. То есть, я так понимаю, тоже продлён день рабочий музея. — Это специально для того, чтобы как можно больше любителей искусства, тех, кто интересуется им, обязательно посетили музей в эти дни. — И каждый день на выставке проводятся экскурсии. Вот в те дни, которые называются «Днями Эрмитажа», с 25 по 28 октября их проводит куратор выставки сотрудник Эрмитажа Григорий Ястребинский, а потом их будут проводить сотрудники Национального художественного музея. И добро пожаловать! Я думаю, они будут рады, если количество посетителей, заинтересованных, влюблённых в искусство увеличится в их музеи. — Это действительно очень интересно. Я знаю, что ещё и будет программа, специально сделанная для детей. — Да, но это уже работа как раз сотрудников Национального художественного музея Республики Саха. Они сами подготовили эту программу, при этом включили в неё абсолютно эрмитажного петербургского персонажа. Эта программа ориентирована на совсем маленьких детишек, ещё дошкольников, детишек. с ними будет говорить не только экскурсовод-человек, но и кукла, кот-эрмик, который поможет им разобраться в сложностях устройства часов, в сложностях науки и инструментального дела, во всём том, о чём, собственно, говорит эта выставка, рассказывает. — Ну и тема котов, я так полагаю, что не чужда эрмитажу об этом. — Это животрепещущая тема эрмитажа. — Не чужда, не чужда. — Ну, котов эрмитажи с давних пор любят. Сначала это была чисто насущная необходимость, когда они действительно ловили мышей и просто крысы отпугивали их своим запахом, как минимум. Сейчас, конечно, именно эта функция, она уже не так важна. И сейчас коты, конечно, не живут в музейных залах, они живут, для них устроен специальный кошкин дом в подвальном помещении. Но, тем не менее, это важная часть эрмитажа. У нас проходит каждый год день эрмитажного кота, праздник, когда собираются тоже дети и взрослые, их водят на экскурсию к котам, и они создают свои рисунки на котовую тему. И, конечно, да, ну не обошлись и здесь, и дни эрмитажа не могли обойтись без кота. — Хорошо, Павел Владимирович, вот хотелось бы уточниться, да, по поводу ваших лекториев, когда можно будет посетить, каким образом это осуществляется после прохождения экскурсии, либо можно отдельно записаться за дополнительную плату, или как? Объясните, пожалуйста. — Насколько я понимаю, Катя, каждый желающий может просто записаться на эту лекцию. — Да, но обязательно надо зарегистрироваться заранее, потому что число мест ограничено. с завтрашнего дня три дня подряд будут проходить лекции. — И хотелось бы знать вообще, насколько обширна программа лекций вот в самом Эрмитаже, спрашивают якутяне, которые хотели бы посетить его, где можно найти информацию, где, когда можно посетить лектории по интересу, учить теми. — Тоже очень важно напомнить, что Эрмитаж делает огромную работу сейчас в цифровом пространстве перед поездкой или вместо нее, если не получается, есть такая программа Эрмитажная академия, абсолютно бесплатный сайт, дополнение к сайту государственного Эрмитажа, где просветительная работа ведется круглый год, круглые сутки, там каждой неделе появляются новые статьи, отличные иллюстрации, то есть, если это школьники или студенты, пишущие дипломную работу или курсовую работу, или просто любитель искусства, там можно очень много времени провести, и снова это скажу, это информация выверенная, которая взвешена сотрудниками Эрмитажа, этому можно доверять. лекции в самом Эрмитаже проводится очень много, во время сезона, если это летний сезон, то это в основном экскурсионная работа, а вот в осенне-зимний сезон, конечно, это главная лектория государственного Эрмитажа, в отделах постоянно тематически проводятся лекции, об этом можно узнать на сайте, новости постоянно обновляются, там есть раздел, посетителям, события, лекции и так далее, и в социальных сетях мы стараемся, это очень большая работа. Там периодически появляются, кстати, скоро появится экскурсия по выставке «Часы и эпоха», я лично вчера наблюдала, как её снимали, она будет выложена в социальных сетях Эрмитажа, можно будет посмотреть. Здорово. Ну, действительно, мы убедились, что дни Эрмитажа будут очень насыщенные, зрителей, я полагаю, очень многое почерпнут для себя вот в эти дни. А что мероприятие даёт самому музею, вот на ваш взгляд? Ну, тут, да, немножко не вполне корректно, что я отвечаю на этот вопрос, и я могу ответить на него только потому, что я говорила об этом с директором музея Владой Владиславовны Тимофеевой. Она говорила о том, что это очень многослойный проект, и польза для него, польза, которую он принесёт музею, она как бы очень ступенчато будет развиваться. То есть, с одной стороны, само то, что в Якутии впервые проходит Дни Эрмитажа, привлечёт зрителей, узнают те, кто не знал об этом музее, но и плюс к этому познакомились с дизайнерами, появилось новое выставочное пространство, завяжутся новые связи, и, возможно, будут новые совместные проекты. Ну что же, я благодарю вас за очень интересный, я думаю, всем нужный нам разговор. Мне осталось добавить, что выставка будет работать с 25 октября по 20 ноября текущего года. Всего вам самого доброго! Продолжение следует...